Добрый вечер! Мы продолжаем сегодня нашу книгу «Урод от Шува» Равкука. И мы добрались до моего любимого Перека, до моей любимой главы, глава седьмая. Почему я так люблю? Потому что эта глава занимается мыслями от Шува. Я немножко предскажу то, что здесь будет. И вообще... Меня слышно? Да, Натан, слышу, это и мои ошибки. А, окей, хорошо. Почему? Почему? Потому что есть по отношению к Шуве очень распространенная ошибка. Что за ошибка? Чтобы сделать Шуву, нужно... Ой. Чтобы сделать Шуву, нужно... Выполнить какой-то список дел. Раскаяться, попросить прощения и так далее. Соответственно, пока я все это не сделал, Шува не засчитывается. Соответственно, если я не могу, или я думаю, что я не могу осилить весь путь, то, в общем-то, не стоит и браться. Мы очень по-армейски привыкли подходить к Шуве. Как это называется на ивреце? Мифхантуцаа. По результату. Получилось, не получилось. Сделал Шуву. Молодец. Возьми с полки пирожок. А не сделал. Все твои потуги. Ничего не стоит. Даже если это не говорится вслух, это то, что мы говорим сами себе. В нашей седьмой главе вся глава посвящена мыслям от Шувы. You're right, Shua. Теперь, что это такое? Я определяю это так, как я сейчас скажу, а вы попытаетесь доказать мне, что я не прав. На основании, конечно, нашей седьмой главы. Итак, по-моему, определение you're right, Shua, мысли о Шуве, это такая вещь. Меня посетила мысль, что неплохо бы сделать Шуву. Посетила, посидела и ушла. Без результата. Без никакого результата. Вот ко мне зашла мысль, что стоит бросить курить. Покрутилась. И за следующей сигаретой ушла. Или раньше. Это я называю you're right, Shua. И насколько я понимаю, Рав говорит, что несмотря на то, что Шуву это не называется, это большое, это великое дело. Не нужно даже на недоделанную Шуву смотреть свысока и пренебрегать. А теперь после такого вот введения, давайте приступим, как мы будем, к тексту. Или стоп, нет, до текста. До приступления к тексту давайте, естественно, какие-то есть идеи, возражения. Кто-то хочет что-то сказать по поводу нашей вводной части нашего урока. Это по поводу Ирура и Чува. Итак, мы доехали уже до седьмой главы. Всего у нас в книге всего 17 глав, так что мы уже, в общем-то, приближаемся к середине. Да, пожалуйста, кто-то хочет что-то сказать? Я могу сказать, хоть ты не любишь, но я с тобой согласна в этом. Потому что если ты пренебрежительно к этому относишься, то ты быстро забудешь. А если ты придаешь этому значение, то ты снова вернешься к этой мысли, скорее всего. Хорошо. А почему я, почему мне это не понравится? Мне нравится, когда со мной соглашаюсь? Мне не всегда нравится. А, да, я думала, ты любишь, когда спорят. Что? Я думала, ты любишь больше, когда спорят. Хорошо. Можно я задам вопрос? Как всегда, определение. Определение. Что такое подумать о Чуве? Я хочу сделать Чуву, я не хочу. Что такое Чува? Как ее делать? То есть какая... А чем вам не понравился мой пример с курением? Очень хороший пример. Очень хороший пример. То есть вот так вы точно определяете и подумать о Чуве. Конечно. Есть к этому... А тогда что такое Чува? То есть бросить курить, это достаточно понятно, что такое. А что такое Чува? То есть это начать носить, я не знаю, кипу, или начать соблюдать кашрут, или что определяется как Чува? Не-не-не-не-не. Или перестать обижать соседей? Вы меня тянете, а я упираюсь в область практического соблюдения. Нет, нет. А что такое Чува? Я просто, как всегда, я хочу, прежде чем мы начинаем о чем-то говорить, понять, о чем мы говорим. Определение. Что такое Чува? А мы говорим не о Чуве. Мы говорим о мыслях от Чувы, а их мы определили. От Чуву мы определяем регулярно на основании всего курса. Мы определяем Чуву как исправление и улучшение, как продвижение вперед. Отлично, спасибо большое. Хорошо. Соответственно, есть под крышей Чувы, то, что называется, аллогическая Чува. А общая идея Чувы, она гораздо шире. Аллогическая Чува, это когда у меня есть конкретное прегрешение, которое я знаю. Например, я кого-то послал матом, а посылать его было не надо. Соответственно, есть список дел, которые нужно сделать. Нужно раскаяться в том, что я сделал, нужно извиниться перед человеком и его успокоить, умиротворить. Нужно принять на будущее, больше так никого никогда не посылать и так далее. Есть по Аллахе список вещей, может быть, я не все упомянул, которые нужно сделать, чтобы действие называлось Чувы. Но мы сейчас говорим не про подмножество Чувы, которое вот, исправление конкретного греха. Мы говорим, как общая идея Чувы. Это поэтому весь наш курс. И здесь правильное определение Чувы – это продвижение вперед исправления. И тогда у нас получится, что для Чувы не нужен грех. Потому что, если мы понимаем только Чуву, вот как согрешил, как я исправляю грех – это одно. А исправлять наш мир, допустим, для этого не нужно моего личного греха. Достаточно того, что мир несовершенен. И даже если мир совершенен, достаточно того, что он не настолько совершенен, что его можно еще, может быть, усовершенствовать. Да, соответственно, определение Чувы по нашему курсу – это улучшение продвижения вперед. К, как это, к матчасти, текст, с вашего поговорения. Урод от Чува, глава седьмая, ценность полностью в Чуве, представление и образа, и размышления о нем. Природа Чувы – давать человеку успокоение и серьезность одновременно. Даже мимолетная мысль от Чуве способна утешить человека. В одной малой точке от ее великого света уже заложено возвышенное блаженство целого мира. Вместе с тем она постоянно представляет мысленному взору человека его недостатки, требующие восполнения. И это спасает его от высокомерия и дает ему сладкий свет, передающий великую и неприходящую ценность его жизни. Одно лишь мысленное представление Чувы превращает все грехи и порождаемую ими тревогу. Все душевные муки и все безобразие грехов в источнике утонченного наслаждения и душевного спокойствия. Так как благодаря им открывается человеку глубина познания ненависти ко злу, и любовь к добру усиливается в нем с великой мощью. И превыше всей логики и понимания он наслаждается счастьем утешения, которым чувствует ту особую приятность, которую Всевышний дарует Барит Чува, обладороженную переживанием разбитого сердца и сокрушенной души, связанную с глубокой верой в избавление и окончательное спасение. Нехама, добрый вечер. Мы очень рады вам. Извините, что я опоздала. Всякие пробки в городе. Мы вам очень рады. Выключите, пожалуйста, микрофон. Сейчас. Тут все так сложно. Спасибо. Итак. Природа Чувы – давать человеку успокоение и серьезность одновременно. Даже мимолетная мысль о Чуве способна утешить человека. Мимолетная мысль о Чуве, по моему определению, мысль мимолетная пролетала мимо. Особенно не задерживаясь, пролетела дальше. Но какое-то свойство Чувы нам оставило. Какое успокоение. Почему? В одной малой точке от ее великого света уже заложено воздушное блаженство целого мира. Мне кажется, здесь говорится про Чуву полностью. И тогда мимолетная мысль о Чуве – это малая точка великого света самой Чувы. Я так понимаю эти предложения. Значит, в одной малой точке от ее великого света, то есть в мимолетной мысли о Чуве, уже заложено возвышенное блаженство целого мира. И вместе с тем, она постоянно представляет мысльному взору человека, его недостатки, требующие восполнения. И это спасает его от высокомерия. первая выгода, которая у нас, от пролетающей мимо хорошей мысли от Чувы. Меня посетила мысль о том, что было бы недурно курить. Это значит, что, по крайней мере, я вижу у себя курение как недостаток. И понимаю, что я, что у меня эти недостатки есть. И поэтому это меня может спасти от высокомерия. Теперь мысли о Чуве меня... Давайте сравним двух хороших людей. Одного время от времени посещают мысли о Чуве. Долго не задерживаются и продолжают свой путь дальше. А другого не посещают вообще. Бесспорно. Несмотря на то, что они делают одни и те же гадости, первый человек в моральном плане бесконечно более продвинутый, чем второй. Несмотря на то, что он себя чувствует, гораздо хуже. Первый, который посещает мысли о Чуве, понимает, что у него есть недостатки. И с ними нужно что-то делать. Второй, которого они посещают, полностью, полной уверенности в себе, никаких мыслей о том, что у него есть недостатки, у него нет. Он вообще видит в себя, может быть, даже праведником. И, соответственно, он гораздо дольше от Чуве от исправления. Итак, первое, что даже мимолетная мысль от Чуве спасает человека от высокомерия. Хорошо. И несет ему сладкий свет, придающий великую и непроходящую ценность его жизни. Какая ценность жизни? У тебя есть возможность улучшить собственное поведение, собственное деяние. Заяр, уйди, возьми Нюму. Он тут пришел меня показывать. Итак, продолжая с вашего позволения дальше. Одно лишь мысленное представление от Чувы превращает все грехи. Здесь мы поставим... Прошу прощения полминуты. Ширель, а можно пока вас спросить? Второй абзац. Седьмая глава. К вашему вниманию. Всякая мысль от Чуве привязывает все прошлое к будущему. А ведь будущее возвышается постоянно вместе с возвышением желания благодаря Чуве совершаемые зубы. Ссылку я бросил в чат. Если кому-то нужно смотреть на текст, ссылка есть в чате. Если кто-то может взять... А нет, никто не может, потому что еще... А может быть, да, если у кого-то получится взять ссылку из чата и бросить ее в Facebook, как комментарий, это было бы неплохо. Я сейчас просто не хочу это делать. Спасибо. Итак. Всякая мысль от Чуве привязывается в прошлое и в будущем. Прошлое – это основа, басист, для будущего. Хорошее, лучшее, чем прошлое и будущее стоит на прошлом. Оно достигло всего, что у него есть, из-за прошлого. Теперь, что их связывает? Улучшение прошлого. То есть трое, лучшее в будущем. Улучшение прошлого – это чего? Теперь. А будущее возвышается постоянно. Вместе с возвышением желания. Откуда мы знаем, что будущее у нас лучше в прошлом и вообще поднимается? Из-за возвышения желания. Возвышение желания у Рава это очень часто встречается. Это очень связано. Шува, основная работа от швы по Раву это поднятие желания, возвышение желания. То есть мы очень часто связываем чугу с действием. Украл, наорал, изменил. Это грех. Мы его обозначили, поймали, посадили в клятку. Теперь давайте с ним работать, давайте его исправлять. А что нас привело к греху? Очень часто это наше мировоззрение и наше желание. Как это? Если я чего-то очень хочу на себя сдерживаюсь, то может быть я туда попаду, я туда выпаду. А если я хочу уже чего-то другого, то возможность того, что я попаду не туда, куда надо, уже гораздо меньше. Практически ее не существует. Основная работа от швы выше это исправление желания. И оно достигает очень часто именно не там самокопанием и так далее, а именно работа и исправление мировоззрения. Чего я хочу? От себя, от жизни, от людей, от мира, от семьи. Если мне удается поправить чуть-чуть свое желание, то есть куда я хочу быть, стать, двигаться, то практически на автомате очень многие мои действия без внутренней сильной борьбы лучше. Потому что общий вектор движения массивного корабля он поменялся. Возвышение желания. благодаря тишеве, совершаемой из любви. Соответственно, понятно, что изменяется желание только благодаря высшей форме тишевы, тишевы из любви. Тишевы из страха наказания. Я не прекращаю хотеть ту гадость, которую я хотел дальше. Я продолжаю хотеть обжираться шоколадом от начала до конца. потому что это вкусно и сладко. Единственное, что я знаю, я боюсь наказания, что попаду к зубному врачу без анестезии и мне вырвут все зубы. Будет больно и неприятно. Еще очень дорого. Поэтому я кушаю шоколад только утром, вечером и еще немножко в обед. И все. Когда я немножко поменял свое желание и я хочу жить здоровой жизнью, например, а не бороться постоянно со своей любовью с шоколадом, то как бы на эту самую борьбу с шоколадом мне практически не нужно будет уже тратить сил. Я начну там бегать по утрам, у меня будет желание жить здорово и жить здоровым и сильным и так далее. И красиво. Еще там ближайшие 120 лет. И моя борьба с ты плиткой стоят гораздо меньше у меня будет требовать сил. Итак, соответственно, для этого, чтобы даже притянуть прошлое к будущему, нам не обязательно даже сделать шифру. достаточно только мысли от шуве, как мы прочитали. Давайте прочитаем еще раз. Ну, что надо пушить. Всякая мысль от шуве привязывает все прошлое к будущему. А ведь будущее возвышается постоянно вместе с возвышением желания благодаря чуве совершаем из любви. Вам слово. Натан, простите, а можно тоже сказать? Зачем мы сделаем перерыв? Хорошо, спасибо. Я просто чисто как подытожить, то есть суть, в чем мы сегодня говорим, что не надо понимать понятие исправления, обращать покаяние, как именно какой-то результат. То есть если ты сделал что-то плохое, ты должен исправить. Если ты не исправился, значит все остальное в пустую. То есть даже твое желание исправиться, твое даже малейшее поползновение к исправлению, это уже перед Богом ценно. То есть он засчитывает даже малейшее желание исправления. Не обязательно прям какие-то результаты, даже если пока что нет никакого результата. Даже самым перед ним ценным. Верно. Это то, что я хотел услышать. Именно так. А мы очень сильно себя серьезно очень строго очень судим. Если результат не достигнут, причем такой результат стопроцентный, значит ничего не стоило. Нехава, вы хотели что-то добавить или возразить? Да, я хотела возразить, да. И мне кажется, здесь в последнем отрывке самое ключевое слово из любви. если человек действительно вот эти мысли от шубе, она возникает из любви к Богу, из любви вообще к справедливости, правильности, то, что вы говорили. Ну, из чего-то очень-очень базисного, основного. Потому что иначе мысль может быть очень прекрасной. Например, может быть не совсем правильный пример, но шут вроде этого. Если был такой фильм, когда «Дороги», который мы выбираем по Генри, там один бандит убивает другого, потому что у второго лошадь сломал ногу. И он говорит, ну, чего твой боливар вынесет двоих? Он говорит, мне очень жалко, что твоя гнидая сломала ногу, действительно, он переживает. Но боливар не вынесет двоих, и он убивает спокойно. Он жалеет, да, ему жалко. Уже заранее мысли скажем о Шве, да, или о том, что ему он очень сожалеет, что ему приходится так поступить, но при этом Шве спокойно берет и убивает своего сообщника. И вот такой вот, когда этот Шва не из любви, а просто из обязанности, вот мысль, да, вообще-то надо сделать шву и тогда будет все хорошо. Да, без всякого действия. Я не думаю, сама по себе она так уж хорошо работает. А вот хорошо работает, здесь я хочу вам возразить. Давайте сравним человека, который убивает с сожалением с тем, который ни в коем сожаление не испытывает. Ты меня прости, друг, ничего личного, только бизнес. Да, это так, я тебя простил, даже просто у него прощение, как бы, да? Так вот, два убийцы, если мы уже сравниваем убийц, два убийца, один из которых ничего не чувствует, просто убивает, и второй, который чувствует себя плохо с этим убийством, безусловно, тот убийца, который себя плохо чувствует, на бесконечное количество расстояний, не знаю чего, более продвинут, чем тот убийца, который ничего не чувствует. Я поняла, да, но мне не кажется, мне кажется, почему? Это лицемерие такое. Ой, я так сожалею, я так сожалею. нет лицемерия, нет, мы сейчас не говорим про лицемерие, мы говорим про действительную цельность. Человек действительно сожалеет, но все равно убивает. А он уже считал сожаление как отшаяние. Понятно, что на уровне действия нужно пристрелить обоих и побыстрее. Но на уровне, ну, на уровне, не на уровне действия, на уровне, действительно, как бы, если мы будем сейчас судить на это самое, то одного нужно закопать на 100 метров под землю, а второго только на 10. сходить. А я не знаю. Ну, неважно. Я думаю, что бывают разные случаи все-таки. Может быть. Есть люди, которые сейчас по мысли защищают, что в шуве тебя засчитывают как в шуву. Я же, в общем, расстался. Что вы от меня еще хотите? Со мной все в порядке, я уже белый, чистый, пушистый. Понимаешь? А другой, так сказать, не успокоится все-таки, пока хочет что-то не исправить. А, простите, может быть. А если он не думал, от шуве, в один прекрасный день он о ней задумывается и тогда, может быть, что-то реально исправит. А некоторому это уже индульгенция, то, что он подумал от шуве. Я понимаю, что это не все случаи описывает просто. А, конечно, он смотрит внутрь себя и видит совершенно другую картину, чем некоторые люди, так сказать, чем описывается в некоторых других случаях. Такое у меня ощущение. То есть, не во всех случаях, я считаю, мысли можно уже приравнять к этой теме. Ну, мысли можно приравнять к... Мысль можно приравнять к... Как некое позитивное продвижение в области шувы. Не во всех случаях, а просто... Это не шува. Мы нигде это не приравниваем мысли к шуве. Это безусловно положительно. Теперь может из нее произойти что-то отрицательное? Я могу сказать, да, у меня была мысль, теперь у меня интульгенция, теперь мне закроют дверь к настоящему шуве. Может из этого быть плохо. Но общее отношение к этому оно хорошее. Теперь у меня к вам замечание, смотрите, совершаемый из любви это второй абзац. А то, что мы говорили к общему взгляду, это был первый абзац. И здесь не было или была шуваева. Не было. Не было такого. Это явление, мне кажется, это очень важно. Натан, дайте Анне, она не закончила, что ты хотела? Анне, простите, просто мне кажется, немножко о разных вещах идет речь. Вот Нехама говорит о... Ведь речь идет вот этот бандит, который говорил, извини, дорогой, но Боливар не вынесет двоих. Он не собирался раскаиваться, у него это неискренне, он просто, ну, я не знаю, перед собой или перед, я не знаю, там кем. Ну, вот как мы бываем перед общественным мнением, мы говорим, мы на самом деле не собираемся... Мы не собираемся раскаиваться, мы просто хотим изобразить, вот мы, ну, чтобы прилично, не совсем уж выглядеть неприлично, мы какой-то там реверанс делаем перед общественным мнением. Ну, конечно, я вообще-то сволочь, ну, так и быть, я там, допустим, вот, то есть, если человек... Ну, да, да, то есть, как бы, речь-то не о том, тут речь-то в тексте идет об искренней движении сердца, а не о том, что человек просто раскланялся и пошел дальше жить, как он жил там и без всего, без всяких малейших там изменений. Ну, вот, как англичане говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад, ну, вот примерно в таком духе, то есть, хорошо, так сказать, хотел хорошего, но, так сказать, не получилось у меня, вот, как-то так. Безусловно, но я очень рад вашему, как это, подведению итогов. Это безусловно то, что мы хотели сказать. Положительно относиться к любому положительному движению в собственной душе, не судить себя слишком строго только по результатам, а если результатов нет, то ничего не стоило и затевать. Безусловно, мы очень, мы очень за результаты, но, и безусловно, только мысль о чуве, это безусловно не чува, равен, где-то чува не называют. Это как бы, это принадлежит к миру чувы, но это не чува. Да, спасибо. Иногда человеку не дается опция реализовать. Можно громче немножко? Иногда человеку не дается опция реализовать, ему только дается мысленное, вот именно, чува. А обычно, ну, иногда не дается реализовать в жизни какой-то ситуации подобной этот свой проступок, часто все-таки дается. И Мехама, мне кажется, имела в виду об этом, что просто чува без действия, она может быть наверняка остановиться. отлично. А вот с этим я сейчас поступил. Безусловно, то есть, первый наш отрывок, который мы учили, мне кажется, он говорит именно об этом. Человек может исправить, может сделать дело, он может бросить курить. Он сейчас нам говорит о том, что только мысли, вот мы сейчас говорим, мне кажется, вот именно Раф нам хочет это подчеркнуть. Настолько посетила мысль о том, что было бы неплохо бросить курить. И все, я не бросил, лучше курить. И, может быть, я никогда не брошу. Раф нам здесь объясняет, что мысль о том, что было бы неплохо бросить курить. Человек, который эту мысль посетил, он гораздо выше человека, которого такая мысль никогда в жизни не посещала. Они делают то же самое, но они уже на разных этажах. И это может даже в каких-то моментах вылезти в действие. Потому что человек, который думает, что в этом нет ничего с... Простите меня, да? Ну, не знаю. Я приведу грубый очень пример с вашего позволения. Человек изменил. Пусть будет Женя. Хорошо? Один из них считает, что изменять жене это можно. А второй считает, что изменять жене нельзя. Понятно, что это большая разница? Действия у них одинаковые. Оба сволочи. Но тот, который считает, что это можно, он гораздо большая сволочь, чем тот, кто понимает, что это нельзя. теперь, если мы судим только по действию, они попадают в одну камеру. Но потому, что мы сейчас в случаях, мы их разнесем в разных. Может быть, их нужно будет пристрелить обоих, но мы их похороним на разных кладбищах. Это как бы, вот эта разница принципиальна. И мы ее не замечаем. А равным ходит, чтобы мы ее замечали. Это разница. Теперь, на себя. Не нужно так далеко там измена, да? Гадость, которую мы сделали, и мы еще даже не поняли, что это гадость. И другой человек, который понял, что это гадость, и решил такого больше не делать. И, несмотря на это, он продолжает ее делать. Они находятся на разных уровнях принципиально. Первый, он уже схватился за пшуу. Он как бы, он в ее мире. Он туда уже принадлежит. В одной малой точке от великого света. Что он получил? Он получил только малую точку от великого света. Это исправление, это прекратить делать гадость. Он еще не там, он далеко оттуда. Так вот, в этой малой точке от великого света уже заложено возвышенное блаженство целого мира. И соответственно он постоянно его грызет. И он начинает грызть совесть. Так он понимает даже мысль о том, что надо бы бросить курить, он еще не бросил. Его совести свербит. Надо бросить курить, прекращай, бросай. Он еще не бросил, может быть не бросит. Его свербит совесть. Он на другом уровне. Натан, можно я? Можно? Я хочу сказать, что я курю, меня не волнует. Неплохо быть типа того, но... Вы меня простите, чтобы я вас постоянно на все эти самые примеры я курю привожу. Продолжайте. Потому что я много курю, да, для меня это актуально. Но если я брошу курить, я в здоровье мою пострадаю, поэтому мне все равно. Суть не в этом. Суть в том, что я хотела бы сказать тем, кто знает слово шуа, тем будет, конечно, легче. Потому что это слово, это мир. Это то, из чего сотворен мир. Слово шуа. Кто не знает, что такое шуа, там и непрощения, ничего не будет. Понимаете? Я говорю сейчас о религиозной принадлежности, о понимании сути. И что такое чуа? Бытия. Вот. О том, что чуа это то слово, это то понимание религиозное всего, которое дает нам как бланш на будущее. Но если ты не знаешь, что такое чуа, если ты боишься Бога и хочешь поклоняться кресту, тогда это будет другая совершенно песня. Вам не кажется, Натан? Я с вами согласен, только я с вами согласен, только я хочу определить, что такое знать слово чуа. Для меня знать слово чуа это вообще, что такое слово существует и действие существует. Какой у него смысл, какое у него наполнение? по-моему наполнение слова чуа это вера в исправляемость мира и человека. Значит это иудаизм. Теперь человек, который не верит в исправляемость человека и мира, он может молиться три раза в день и быть первоверным иудеем. Он не принадлежит к миру чуы. Даже если все книжки про чуу прочитал, Рути, Зая, Натан, извините, сверлит здесь, забери его, или забери его вот сам на дыху. Окей? Натан, извините, а что бывает иудеи, которые не знают, что такое чуба? Еще раз. Слово знают все. Я его наполняю Это уже дает карт-ланш, это звуки, это буквы, это уже, мне кажется, дает. Нет, 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 есть люди, которые верят в возможность исправления. Даже если сами они ничего еще не исправят. Они верят, что это возможно. Это один мир, это мир чудов. Есть люди, которые не верят в то, что мир можно исправить. Есть люди, которые не верят, что человека можно исправить. Как-то горбатого могила исправит. Таким родился, таким и помрешь. Люди не изменяются. Нет, люди не меняются, я так же говорю, но мировоззрение меняется и это решает все. Мировоззрение меняется, естественно, люди меняются. Это как психология. Мы вас с вашими корявыми мировоззрениями пристроим общество, мы вас научим. То есть люди, может быть, не меняются? Пожалуйста, про нашего царя Давида что говорят? Что он был рыжий. Что такое рыжий на языке Талмуда? Это значит убийца. Ого, я не знала. Да, рыжий это убийца. Как бы от цвета от крови. Ну что там Раш по-моему пишет? Можно быть убийцем и быть хорошим классным солдатом и свое естественное наклонение убивать, реализовывать морально. Убийцы тоже разные. Убийцы тоже разные. А можно давить на большую дорогу. Здесь враги, здесь жах. Понятно, что собственные дурные наклонности иногда их можно перебороть, сломать. Я могу прямо на примере. Честно. Правильное русло. У нас еще один мой самый любимый пример из Танаха. Это когда тот же самый царь Давид взял казначея от идола Миха. По-моему, по Медрашам это вообще был внук Маширабейну и поставил его ни больше, ни меньше как казначея всего еврейского царства. он увидел что этого человека есть хороший подход страсть к деньгам. Он поставил и он с этим хорошо справляется. Он его поставил управлять деньгами. Соответственно как-то идолопоклонство ему уже стало не нужно. То есть мы можем взять плохие какие-то наклонности и в хорошее русло их запустить. даже если мы скажем что человек не меняется такие наклонности есть какие-то общие наклонности такие другие это как борьба демонов это то же самое взять стравить их и они будут идти на службу тебе это то же самое мне кажется почти мир еще раз по-моему это мир который верит в принципиальную возможность исправления мир где нет швы не верит в возможность исправления он может быть проверным иудеем еще раз он может и наоборот человек может быть неевремен вообще тот момент когда он верит в возможность исправления он принадлежит к миру чуду даже что не делается это мое мировоззрение спасибо вам в любом случае не ну а как быть тем что я долго очень жила делала какие-то вещи там изменяла себя но я не знала что этот шувак я потом уже поняла да я полжизни шувалась то есть я куда-то окунулась в какое-то я извиняюсь за выражение дерьмо вот и собственно меня замучило что-то там внутри я исправилась я не знала что этот шувак мне просто было некомфортно я считаю что это свет бога внутри и все ну сейчас вы нам не оставляете просто никакой выбора как перейти к следующему апрель потому что там это написано именно этими словами 10 минут да и до кучи совесть меня тоже не мучило мне просто было некомфортно у нас нет времени у нас последние 10 минут у нас короткий отрывок именно про что что вы сейчас сказали просто это это уже это уже как бы сверху и очень быстро мы сейчас закончим отрывок слышит слышит человек голос бога взывающий к нему через сторону и через все чувства его сердца из всего мироздания и того что его наполняет и желание добра все усиливается в нем и сама плоть ставшая причиной греха постепенно утончается настолько что все чувства уже морок проникнуть и нет как бог говорит человеку я слышу бог со мной говорит я не слышу через помыслы от чувства человек голос а чьи помыслы от чувства они мои никто мысли от чувства не в голову не имплантировал это моя мысль я когда они меня посетили это эхо от голоса бога как вы сказали безусловно не нужно это определять я не обязан сказать что это чувства но это голос бога я могу не понимать что это голос бога не важно понимать лучше чем не понимать не важно через помыслы от чувства человек голос бога вызывающий к нему через стол и через все чувства его сердца из всего мироздания и того что его наполняет и желание добра все усиливается в нем и сама плоть ставшая причиной греха постепенно утончается настолько что свет швы уже может проникнуть в землю если наша плоть настолько тонкая что позволяет помыслам от чуве проникнуть это значит что хорошо кстати обратите внимание еще раз мы не говорим о чуве мы говорим только о помыслах от чувы только по еще раз мое определение в раме это не написано поспорьте сам скажите что я не прав но по моему на данный момент мы говорим о помыслах от чувы на данный момент они не привели к действию они не привели к чуве может быть даже не приведут но эти помыслы это глаз Бога вновь спасибо мы сейчас 5 минут еще кто-то хочет что-то закончить последнее я так тронуто так тронуто прям слезу вышибает так приятно я очень люблю быть понятой спасибо я тут не при чем это они запланировали изначально это раз сказал но мне кажется это проблески это проблески то что называется роха когда вы предваряете следующий отрывок это просто здорово это великолепно большое всем огромное всем спасибо Датарий Владимир что-то сказать мне всегда вспоминается как говорил Шламон на всех путях твоих познавай его и он выпрямит все тропинки стези твои то есть во всем исправляясь что ты делаешь не просто в одном каком-то деле познавай его на всех путях твоих чем ты занимаешься в комплексе и он выпрямит все тропинки твои это по-моему то что прямо созвучно что вы прочитали большое вам спасибо теперь я хочу перед вами извиниться я не дам сейчас больше никому как бы сказать завершающую станку делаю обычно меня немножко поджимает время мне было с вами как всегда очень классно и здорово был очень продуктивный урок и мне кажется взаимообогащающий большое спасибо добрый вечер наша следующая встреча через две недели на следующей неделе у нас не будет урока Нехама у нас сейчас идея исправить вы хотели меня заменить в прошлый раз когда я поменил урок если хотите сейчас есть разрешение есть все если кто-то хочет вместо меня пожалуйста на следующей неделе урока не будет через две недели я жду всех большое спасибо я так рада что мы ушли от политики и снова вернулись к книге спасибо вам большое мне так приятно мне так хорошо вот это вот все когда Раф Кук мы читаем мне ну прям трогательно до души как будто вот кто-то меня понял просчитал давно-давно заранее это очень приятно всего хорошего вам Натан до свидания спасибо до встречи до встречи Продолжение следует...